Привет, друзья! И сегодня у нас очень необычная тема, хотя я давно уже предполагал, что меня это тоже коснется. И есть такая фраза «Воровать нехорошо». Недавно в интернете мне один знакомый прислал ссылку на... Есть такие сайты «Складчина». То есть там куча народа складывается на какой-то курс. Там есть курсы, как в фотошопе работать, есть курсы, как в видеоредакторе работать. Короче, платный курс. Группа скидывается на этот курс, и кто-то один покупает этот курс. И они все расшариваются на всю эту толпу. Дешевле же получается. И недавно я увидел, что мой курс попал вот уже в такую «Складчину». И там даже выложили треки с базового курса. Просто тупо голые треки взяли, дыхательные сеансы, и выложили. Если вы вдруг смотрите это видео, и вы участвовали в «Складчине» или каким-то образом вам нечестно попались мои курсы, я вам сразу скажу, они у вас не сработают. И даже больше. Эти практики могут нанести вред вашей психике, вред вашему здоровью, потому что вы их взяли, скачали нечестно. Это первый момент. Второй. Сами треки по себе, треки. Если вы будете дышать профессиональный семифазный трек, или четырехфазный, да, скачаете его там где-то под шумок, и вдруг обнаружите, что что-то пошло не так. Без моей поддержки, без поддержки автора данных произведений, без поддержки автора знания, вы только навредите себе. Вот этот поиск халявы, вот это вот желание взять подешевле, это, знаете что, это достаточно низкий уровень осознанности. Если вы не можете, например, приобрести данные курсы, то вы просто к ним не готовы. Вы не готовы физически и материально к таким знаниям. Поэтому рыскать по складчинам, рыскать по каким-то сайтам, торрентам эти курсы за бесплатно, вы ничего хорошего себе не сделаете. Потому что, если человек, например, берет знания обманным путем, то получается, что если я автор курса, а вы, например, взяли как-то этот курс мой без моего ведома, не вкладываясь в этот курс, ничего взамен не давая, то вы не в резонансе со мной. Я не одобряю эти поступки. И поэтому, когда нет резонанса с автором этих занятий, этих курсов, то вы эти знания не используете. И мало того, что это энергетика. Мы все взаимосвязаны друг с другом. Каждый человек, даже когда думает о ком-то знакомом, он автоматически к нему подключается. И вы это наверняка заметили. То есть энергетически на тонком плане то, что мы не видим, мы все равно друг с другом имеем связи. И те люди, которые честно купили, приобрели курсы, приобрели знания, на тонком плане имеют связь с источником, с автором. Происходит резонанс. Происходит моя поддержка. У меня есть чат. И в чате можно задавать, например, на базовом курсе любые вопросы, которые, например, непонятны. И я на эти вопросы отвечаю, разъясняю, рассказываю, что не так, что не этак. А представьте, например, какой-нибудь мощный дыхательный сеанс попал к какому-нибудь там мужчине за 40 или за 50, или какому-то молодому подростку, который просто «О, сейчас я подышу там Корловского курсы на халявку». И после дыхания человек просто попадает в какое-то стрёмное состояние, далеко не продуктивное и, наоборот, минусовое. То есть человек может попасть просто в травматичный опыт. И что потом он будет с этим делать? Если человек не в программе, если его нет в чате, если этот человек даже непонятно где, и он мне не напишет, я не буду с ним разбираться, я не буду помогать и вытаскивать, и направлять, что дальше делать. То есть подумайте тысячу раз, прежде чем брать на халяву какие-то знания, какие-то курсы, вскладчину, еще что-то. Это просто признак низкой осознанности, низшего сознания и желания халявы. Потому что я лично покупаю программы, например, программу редактор, фотошоп, музыку покупаю, делаю ремиксы. И музыка, которая у меня на практиках, она автоматически монетизируется авторами этих произведений. То есть в ролики вставляют рекламу YouTube, и с этой рекламы, потому что музыка не моя, и с этой рекламы монетизация идет тем авторам, которые создали эту музыку. То есть мой ролик приносит какие-то доходы еще авторам музыки, которые я использую. То есть у меня все по-честному, и это важно, потому что тогда все мое дело, оно будет двигаться, оно будет расширяться, оно будет расходиться, потому что нету перекоса по энергетике. А если человек, который где-то в складчину взял эти курсы, скачал эти практики, думает, вот я сейчас типа продышу холотропное дыхание, да, и может попасть. То есть может попасть по здоровью, потому что нет резонанса. То есть ты обманул источник, ты взял, скачал эту информацию, пользуешься ей, и ничего взамен не даешь. Соответственно у тебя происходит рассинхрон, дисбаланс по энергетике с окружающим миром. То есть ты хочешь взять, но ничего взамен не давать. И получается, что с другой стороны в какой-то следующий день, либо через полгода, либо через две недели, неважно, мир будет тебя уравновешивать. То есть в любом случае равновесные силы приведут вот этот энергетический факт в баланс. Каким образом, это уже будет известно только тому, кто дернул эти курсы. Поэтому, друзья, делайте выводы, будьте честными перед собой, никогда не воруйте информацию чужую, потому что она до добра вас не доведет. Это в любом случае будет иметь какие-то последствия. К сожалению, русский дух у нас в России любят какие-нибудь сделать обходные пути, схемы, стырить информацию. Чаще всего русский человек любит халяву. И это очень печально, потому что нету развития. Вы не сможете развиваться, вы не сможете вырасти, если вы воруете, либо вы как-то на халявку и так делали как-то. Вы не сможете развиваться, вы не сможете расти, потому что вы пытаетесь взять из мира больше, чем вы даете. Это менталитет. Избавляйтесь от этого менталитета, потому что это пробуксовка на месте. У меня все, друзья. Те, кто стырил курсы, скачал, теперь живите с этим. Те, кто приобрел мои курсы по-честному, друзья, вы молодцы, у вас будут результаты. Результаты превосходные. Будет моя поддержка даже после прохождения данных курсов. Будет много бонусов, много разъяснений. И мы будем в резонансе. Увидимся. Пока.